И всем привет дорогие друзья, с вами Ставакей, ну мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта, это уже 283 часть наших обзоров и сегодня, друзья, у нас снова офигительнейший мод, который все так долго ждали, друзья, это у нас Эпикарно Дименшин Мод, тот самый мод, где мы видели с вами толстого крипера, но вы очень сильно ошибаетесь, если вы думаете, что там только несколько мобов и всё, то есть там толстый крипер, ещё мы видели там даркмонов каких-то, нет, друзья, этот мод очень большой, тут целые новые измерения, куча всяких новых предметов, куча боссов, куча мобов, поэтому обязательно ставьте лайк этому видео, если мы наберём 37 лайков на это видео, только 37, вот всё, вот больше не надо, то есть да, друзья, было бы очень и очень здорово, так что все ставьте лайк и давайте начинать, кстати, я ещё болею и я всё равно делаю этот обзор, ну и что ж, друзья, давайте приступать смотреть, как же здесь всё работает и что же нам нужно сделать. Итак, друзья, давайте начинать смотреть, что же нам нужно для того, чтобы попасть в это новое измерение, потому что здесь все новые вещи, они именно в новом измерении, в обычном мире вы ничего нового не найдете, поэтому, да, друзья, что-то, давайте посмотрим, и что же нам нужно скрафтить, нам нужно скрафтить вот такую glowstone лампу, и именно лампа нас будет телепортировать в другой мир, вы где-то еще такое видели, именно лампа телепорт, боже мой, куда катится мир? Да, друзья, что же, чтобы ее скрафтить, вам понадобится просто 6 блоков досок, 2 стекла и 1 glowstone в центре, вы получаете целых 2 таких, что, друзья, вы даже можете видеть, teleports you to the epicard dimension, так, что же, теперь вы ее просто ставите на пол, вот таким вот образом, и вы можете видеть, от нее исходит такой дым, не знаю, дым ли это или нет, и теперь, чтобы попасть в новое измерение, вы просто прыгаете вот сюда, наверх ее, и вы телепортируетесь, да, друзья, вот таким вот образом. И что, друзья, вот мы попали в новое измерение, и здесь я уже все приготовил для обзора, сейчас мы к этому вернемся, ну, и прежде чем мы вообще все это посмотрим, давайте я вам немного покажу это измерение, как оно выглядит, ну, вообще, вы можете видеть, как оно выглядит, но я немного полетаю и продемонстрирую вам, насколько оно крутое. Что, друзья, вы, кстати, здесь сразу же можете видеть храм Мне очень повезло, прямо заполнился рядом храм И что же у нас попадается в храмах? Это у нас боссы, друзья Но к ним мы вернемся в конце выпуска Так что, да, друзья, пока оставим этот храм вот там Их, кстати, здесь три босса и три храма Поэтому очень-очень круто Кстати, опа, еще один храм, боже мой, что-то мне слишком повезло сегодня Но, да, друзья, выглядит мир Он вот таким вот образом, он весь фиолетовый Вся земля фиолетовая, здесь спаунятся различные интересные мобы Куча различных новых руд, которые вы могли видеть вот там Новые всякие растения, вода Вы можете видеть вот такую вот дождь, я знаю, это Мне кажется, это все-таки темно-темно-синий такой цвет И, да, ну здесь также есть деревья Которые не обычные деревья из Майнкрафта А именно новые, потому что из них вы получаете новые палки, новые доски и все такое И они, кстати, вам понадобятся для того, чтобы крафтить различные вещи А что мы имеем здесь? Мы имеем вот такой вот камень Который, кстати, называется Митрилстоун То есть это у нас метриловый камень Также мы имеем здесь всякие руды Но руды я вам покажу немного попозже И вы можете видеть вот такой вот у нас мир В принципе, очень-очень классный Нет, потому что тростник растет? Неужели? Давайте посмотрим Мне кажется Да, друзья, реально просто растет обычный тростник Вот так вот, кстати, вот это у нас песок Здесь такой желтый-желтый песок Который называется Эпикарно Сент То есть это у нас песок Эпикарно И здесь у нас различные мобы, которых мы посмотрим тоже через некоторое время, друзья Ну, в принципе, вот такой вот мир Вы можете сами по нему полетать, изучать Вот у нас, кстати, гигантские горы, черт возьми Мне главное сейчас не потерять мое место Где я все, так сказать, уже приготовил для обзора И, в принципе, да, друзья Мир, кстати, очень-очень классный Весь такой фиолетовый И ночи здесь очень-очень темные, друзья То есть когда будет ночь У нас сейчас день, вы можете видеть Когда будет ночь, вы вообще ничего видеть не будете Ну, хотя здесь есть некоторые даже Так сказать, вот те штуки Которые, если я не ошибаюсь Или другие Которые просто такие цветы Которые дают вам свет Мне кажется, это очень круто Но, в принципе, да, друзья Что-то давайте начинаем смотреть Что же нам этот мод добавляет Ну и что, друзья, первое, с чего мы начнем Так это мы посмотрим все различные руды Которые вы сможете найти в этом новом измерении И я их здесь выставил вот таким-то образом По две, ну, чтобы вы могли просто наглядно их разглядеть И давайте начнем Первая руда, это у нас перитовая руда Вот такая вот перитовая руда Pirate Ore Которая, если вы ее переплавите То вы получаете перитовый слиток Который, опять же, используется для разных вещей Которые мы посмотрим чуть попозже Поэтому мы пока ее выкнем вот туда Прощай, прощай, руда И, окей, дальше у нас идет Power Fuel Ore То есть это у нас руда Мощно-топливная какая-то Я даже не знаю, мощно-топливная руда Я бы так ее назвал И когда вы ее переплавляете Вы получаете просто мощное топливо Да, друзья Ну, я даже не знаю, как еще это Ну, опять же, нам понадобится эта штука Для того, чтобы... В принципе, все руды здесь Для того, чтобы крафтить классные вещи Поэтому, я думаю, если буду повторяться На как-то руде С этим описанием будет как-то немного странновато Дальше у нас идет Rubin Ruby Ore Которая, опять же, переплавляется Таким вот образом И... Боже мой Вы можете даже лампу туда засунуть Чтобы переплавить Да И дальше у нас идет Пикак Ор И если не ошибаюсь, это Павлин Павлин или Страус Я уже забыл Ладно, вроде бы Павлиновая руда Да, друзья Это действительно так И вы получаете вот какую-то Пикак Джеб То есть это у нас не именно следок А именно вот какую-то камушек Драгоценную И из него вы, опять же, сможете сделать Интересные Крутые вещи Поэтому мы его выкинем Да, друзья Что ж, следующая руда Это у нас Митриловая руда Которую мы уже смогли посмотреть И она приправляется Вот к вот руду Которая не выглядит как следок А выглядит как... То есть у нас Называется руда Это не инг Вот эта руда Включается в руду То есть... Да, друзья Вот так вот это Окей Дальше у нас идет Эпик Найтовая Эпик Найт Эпик Найт Да Боже мой Страшное название И вы получаете Эпик Найт Который, опять же Используется для того Чтобы крафтить Классные вещи Да, друзья Что ж, у нас осталось Две руды Это у нас Эпик Арно Джем Ор И Митрил Айрон Ор То есть это у нас Эпик Арно Именно для того Чтобы скрафтить Вот эти вот Драгоценные камни Эпик Арно Не Пик Арно Ну ладно Неважно Да, друзья Эти камни Опять же вам понравятся Для классных вещей И следующее Это у нас Мистик Не Митриловая Как я сказал А именно Мистик Айрон Ор То есть это у нас Мистическая Железная руда Которая Что вам дает Конечно же Обычный Железный слиток Который вы можете Использовать для чего угодно То есть Здесь вот есть такая руда Которая вам дает Железный слиток И вот вам о чем я говорю То есть уже начинает темнить Смотрите как темно становится Ну ладно Да, друзья Что ж Мы посмотрели с вами руду И давайте мы все-таки сделаем Time set day Нет Извините Вот таким вот образом И чтобы был день Потому что не очень Я люблю ночь Особенно для обзоров Поэтому Да, друзья Что ж Ну и теперь мы наверное Перейдем к интересным вещам Такие как Первый сундук У меня здесь А броня Различная броня Которая есть в этом моде И сейчас мы ее вместе С вами посмотрим Первая руда Показывать не буду Потому что вы сами понимаете Как она крафтится Из какой руды Из какой руды Из какой руды Ладно, друзья Да, чтобы Точнее не чтобы А именно когда вы ее одеваете То она в принципе Похожа по-кратечески на алмазную То есть вы можете видеть Ей не хватает всего лишь Одного деления брони И она алмазная Ну вот такая вот Чуть похуже Но все равно Выглядит кстати Очень классно Мы такие Прямо как яблочко красное Ой Какие вы красивые Да, друзья Что ж Убираем эту руду И Какую руду Эту броню Идем дальше Дальше у нас есть Митриловая броня Которая вы сами Опять же понимаете Из чего крафтится И она уже Чуть будет получше Потому что смотрите Если я Я даже не одел Посмотрите я Не одел ни штаны Ни ботинки Просто посмотрите Насколько она мощная Если я одену ботинки То она уже лучше алмазная И просто посмотрите Насколько она крутая Да, друзья Выглядит кстати Очень классно Опять же Ну мне она очень нравится Да, друзья Мощная-мощная броня Но мы опять Переходим к следующим Пока у этих броней Нет никаких Эффектов Сейчас мы ее посмотрим Окей Дальше у нас идет Эпикарно Броня Которая крафтится Из блоков Эпикарно Которая крафтится По различным Различными Так сказать Методами Я вам кстати Не буду все показывать Рецепты крафта В этом боде Потому что здесь Их очень и очень И очень много И в принципе Они все простые Потому что они Хоть и как бы Сложны тем Что там много всего нужно Но сами по себе Они простые Потому что здесь Используются вещи Для крафтов Либо из руды Либо из храмов Либо из мобов Либо из Ну не знаю Либо вы просто Находите в мире Не нужно никаких там Других вещей искать Все находится Очень просто В этом мире Поэтому я не думаю Что вам все рецепты Буду показывать Потому что их здесь Слишком много И вы можете Сами установить Not enough items И вам все Он покажет Поэтому Да друзья Ну что Давайте мы перейдем К эпикарно броне Она кстати Очень опять же мощная Она еще мощнее Чем метриловая Давайте мы ее оденем И смотрите друзья Хотя не друзья Мне кажется Она все таки не мощнее Потому что смотрите Когда я одевал Метриловую руту У меня Оставалось два деления А здесь остается Аж три с половиной Но все таки Метриловая она сильнее Но вы можете видеть Она тоже очень классно выглядит Это у нас эпикарно руда Опять руда Да что ж такое Броня Да друзья Ну выглядит очень классно Такая фиолетовая И в принципе Да Окей Что давайте теперь посмотрим Последнюю Последнюю броню Кстати давайте перед тем Как мы ее посмотрим Мы посмотрим Вот этот вот Relic Helmet Это у нас То есть шлем Реликвия И вы его можете найти Опять же в храмах И вообще гуляя по миру В различных сундуках И для чего же он вам нужен Вы можете его одеть Но он вам Практически вообще Ничего не дает от брони То есть вы можете видеть Полу деления Но для чего же он вам нужен Он нужен для того Чтобы скрафтить Интересную вещь Которую я вам Ну здесь вам нужны Всякие различные реликвии И потом мы все таки Посмотрим Что же это такая штука Которая из этого всего крафтится Да друзья Это у нас вот такой шлем Мы его опять же Оставим здесь И возьмем последнюю броню Это у нас Сандерерс Броня То есть И что же у нее Такого интересного есть Ну во первых Она не очень сильная Вы можете видеть Я ее одел И всего лишь 4 деления Но в чем же прикол Здесь есть Да Такой интересный посох Который С помощью которого Вы сможете делать Интересные штуки А вот если вы хотите узнать Что это за штуки Поэтому вам придется подождать До того Как я дойду до этого посоха До того как я дойду Что? Что я сказал? Ладно Неважно То есть я вам Когда мы дойдем до этого посоха Я вам все объясню И объясню Что же это за такие бафы На этой броне Потом мы давайте ее Оставим вот здесь Как раз таки Так-так-так-так А эту мы пока Всю сотрем к черту Она нам больше не нужна Что друзья Переходим к следующему сундуку Ну и что друзья Мне кажется Самое время переходить Как раз таки К этому самому чудесному сундуку Где у нас лежат Все возможные оружия В этом новом измерении Поэтому Да друзья Прежде чем мы Посмотрим их Давайте я сразу же На себя одену Как раз таки Ту самую метриовую броню И сейчас мы будем Все эти оружия тестить На Угадайте на ком На конечно же Железном големе Да друзья Давайте мы сразу возьмем Айрон голем Возьмем Много штук И давайте сразу же Пойдем проверять Первые мечи Которые здесь у нас есть Они у нас Самые обычные Неинтересные мечи Я даже думаю Мы не будем их проверять Потому что Ну они в принципе Ни о чем У них нет эффектов У них нет ничего Но они Отличаются только силой Вы можете видеть Это у нас опять же Релик Сворд Это у нас тот самый Меч Реликвия Который нам тоже понадобится Для крафта Той самой интересной штуки Дальше у нас есть Амбойна Сворд Кстати Амбойна это как раз таки Дерево Которое здесь есть Вот которое мы раньше показывали Чем даже вот оно Или вот оно То есть это у нас амбойна И из него вы сможете Сделать меч Дальше у нас есть Блю Тег Сворд И крафтится он Из вот этого тег Тег это ж Я честно пытался перевести Это в гугле И мне перевелось Что-то Что-то Какая-то липучая хрень Да будем ее так называть И ее вы можете добыть Опять же гуляя по миру Или же в храмах Я в храмах ее тоже видел Поэтому да друзья Дальше у нас есть Редстоновый меч И здесь кстати Можно в этом моде Сделать Редстоновые слитки Хотя это не такой руды Которая Редстоновая руда Ну как она есть Но как же нам Скрафтить эти слитки Давайте я вам покажу То есть чтобы с нам Скрафтить эти слитки Вам нужно Ой Ну-ка иди сюда Так Так Вам нужно взять Либо Дарк Редстон Блок Либо Редстон Блок И просто переплавить его В печке Вы получаете слиток Ну в принципе дороговато Не кажется ли вам Целый блок в один слиток Но все равно Все равно И с помощью этих слитков Вы сможете сделать вот такой вот меч У которого 7 урона Ну в принципе как и обычный Алмазный Дальше у нас есть Рубиновый меч Который крафтится из Рубина И дальше у нас есть Эпикарно Сворд Который уже 8-8 урона И он крафтится как раз таки Из тех самых блоков Эпикарно Который крафтится Сами по себе Из вот этих вещей Которые мы с вами уже видели И все эти вещи Вы можете видеть Рецепты очень длинные Вы можете видеть Их просто куча Поэтому обязательно Уставьте наты на Файтимс И это очень просто Друзья Это все очень просто Поэтому Да, друзья Давайте просто можно проверить Этот меч Ну хоть какой-то Потому что другие как-то не очень Привет Привет, дружище Мы тебя еще посмотрим Да, друзья Спауним одного железного кольма И вы можете видеть урон 9 В принципе Неплохо Неплохо для такого меча У него, кстати, 2000 использований И Вот, кстати, эти самые штуки О которых я вам говорил Которые светятся в темноте Железные слитки Мы заберем себе Да, друзья Что, давайте мы быстренько вернемся Вернемся к нашим сундукам И продолжим О, боже мой Как Майкрафт лагает Да, друзья Что ж Дальше у нас идут интересные уже мечи Которых реально есть интересные способности Поэтому давайте мы посмотрим Это у нас Ливингсворд, друзья Мне кажется Это мой самый любимый меч Вообще в этом моде Потому что смотрите Что он делает Вы Давайте опять же вернемся сюда Заспауним еще одного железного голема И смотрите Вы просто кликайте Прямо на камыша И Вы спауните Живой Мать его Меч, друзья Ну, я сейчас в креативе Поэтому Ну-ка Атакуй Эй Да, походу Он не будет Да Ну А он тебе не будет атаковать Давайте мечи нападайте Вот, наконец-то Вы можете видеть С помощью этого меча Вы спауните Чертов живой меч Который Будет атаковать, друзья У него 200 жизней И Он наносит Вы можете видеть 7 урона Это просто офигенно, друзья Но мне кажется Это просто супер И Вы можете видеть Вот эти два меча Просто избили железного голема Убили его Но Прикол в том Что вы не можете Вернуть к себе В инвентарь Да, друзья Вот я нажимаю Проток мыши И никак Их теперь не вернут Теперь нужно их только оставить Чтобы они за нами бегали Давайте мы кстати Ну нет Я не хочу тебя убивать Ты слишком добрый Ну ладно Пусть они там у нас будут Эти мечи Это минус Мне кажется Что их нельзя Обратно забрать в инвентарь Но мне кажется Это очень вообще Классная идея Такого я еще раньше не видел Почему Майнкрафт Так жестоко лагает Эм Они пытаются Вернуться ко мне Что? Что просите? Почему так? А Эм Ладно Да, друзья Ладно Идем дальше Что мы имеем дальше? Дальше он идет Dark Sword Он хилит вас Если вы нажимаете на правую кнопку мыши Но Вы можете видеть Вы уже наверное заметили То что он нам добавляет замедление Ну потому что этот меч Вот возьми какой жирный Просто посмотрите на этот Этот кусок меча И у него в принципе урон 14 Довольно таки много Ну и вы можете себя хили Давайте мы это кстати проверим Сейчас мы Боже мой Что я сделал Сейчас мы Летим чуть подальше Ну или бежим Потому что я уже из креатива Зачем-то вышел И попробуем Чтобы нас Железный голем немного побил И посмотрим Работает эта Эта штука Или нет Да, друзья Что ж Спауню железо Что происходит? Почему? Эм Что-то тут не так Что-то тут не так Я честно не понимаю Что происходит так Может мне надо А, да-да-да Все понятно Давайте мы войдем Нет Боже, как-то сложно Да, друзья Спауним И давай, бей меня Бей Так, отлично Еще, еще, еще Ну, сейчас тут мои мечи Помогут мне Но я хочу, чтобы он меня ударил Так, ладно, друзья У нас нет одного сердца Вы просто нажимаете на правду Камыш И вы хилитесь Но Этак, опять же, теряет Вы теряете Прочность этого меча Когда вы себя хилите Поэтому он не вечный У него 3000 использований Ну, в принципе, мне кажется Это много Это много И он хилит Если не ошибаюсь От одного Четыре сердца Четыре сердца Если не ошибаюсь Блин, как же темно Боже мой Вы можете видеть Это еще не была полная ночь Потому что когда будет полная ночь Вот тогда реально очень темно Ладно, друзья Давайте мы вернемся К нашему сундуку И посмотрим Следующие вещи Почему-то когда я именно Подлетаю к сундуку У меня Майнкрафт Жестоко проседает фпс Но, ладно, ладно Ничего страшного Мы вернем его сюда И дальше у нас есть Sword of the Mythical Inferno Боже мой Какое у тебя длинное название И этот меч Он, если вы Во-первых, он стреляет Огненными зарядами Если зажать на правду Так, как бы тебе сократило Эй, почему? Эй, эй Сник А, да-да-да Нужно нажать Shift И вы можете видеть Когда вы зажимаете Shift Нажимаете на правду К мыши То вы стреляете Огненными зарядами И также, когда вы атакуете Моба с помощью этого меча То, давайте я вам покажу Я слишком путаюсь С этой кнопкой Слишком много путаюсь Давайте мы, опять же Попробуем заспавнить Железного голема Вы можете Когда вы бьете моба Вы его поджигаете Но есть небольшой шанс Здесь это, кстати, написано Что вы можете Сами себя поджечь Небольшой, но он все-таки есть Поэтому этот меч Рисковый, друзья Все-таки он может вас Поджечь И это не очень хорошо Давайте мы, кстати, попробуем сделать Мы сейчас выйдем из креатива Так, ну-ка давай Бей меня Так И вы можете видеть Пока все хорошо Хорошо Так Ну Ну, вроде бы Нам повезло Он нас не поджег Но, поверьте мне Он иногда вас может поджечь Так что нужно быть осторожным Да, друзья Возвращаемся в креатив И возвращаемся к нашему Сундуку И опять же Майнкрафт Ох, как проседает Не знаю, почему именно здесь Ладно, друзья Мы его опять же кладем сюда И дальше у нас есть Соул стиля Я, честно, не до конца понял Как этот меч работает Ну и я вроде бы понял Что когда вы бьете С этого меча Вы наносите много урона Но у вас Он отнимается Половина жизни И как-то так это работает Я, честно, не понял Но сейчас мы это посмотрим, друзья И надеюсь, мы не умрем Потому что если мы умрем То это будет очень печально Да, друзья Так Выйдем из креатива Попробуем запомнить Железного голема Попробуем его ударить С этого меча И Вот, черт возьмем Реально Боже мой В чем прикол В чем прикол Этого чертова меча Если он меня с двух ударов убьет Так, друзья Мне кажется Я все-таки Вернусь в креатив И давайте Вы можете видеть Он наносит все-таки много урона 25 Но все равно, блин Он убирает Наносит нам половину урона Точнее, половину сердец Он нам сносит Да, друзья В принципе, такой вот опасный меч Опасный, кстати, крафтится Он вообще Посмотрите на этот сумасшедший крафт Вот здесь вот Во-первых, это Diamond Stick Который Алмазные палки Потом нам нужен Dark Ingot Это у нас Темный слиток Который крафтится из Multi Ingot Это у нас То есть Вы можете видеть цветной слиток Который крафтится из Рождественных слитков И дальше вам понадобится Вот такой Soul Jump Который вы уже видели Вот такие вот рецепты крафта Здесь В этом моде Так что да, друзья Обязательно устанавливайте На 10 of items Ну и в принципе да, друзья Дальше у нас идет Life and Love Bow То есть это у нас Жизнь и любовь Это у нас лук Жизнь и любовь Вот такой вот красивый у нас лук Который Кстати, у него 1500 использований У него огненная сила У него Эпикарный троек Когда вы стреляете Вы Ну, в принципе Это у меня сейчас Наверное не видно Но ладно В принципе не важно Это мне очень интересно И дальше Нам написано Что мы можем использовать Только вот эти вот стрелы Которые у нас Life and Love Arrow Давайте мы посмотрим Насколько он мощный И заспанив нашего железного голема Так, иди сюда И давайте посмотрим Так Получай 41 урон Черт возьми Это много Это много, друзья Мне кажется Это очень мощный лук, друзья Не в принципе да Вот такой вот у нас лук И он довольно-таки забавный В принципе это все Что он добавляет Он просто стреляет Поджигает И он крутой Поэтому давайте Опять же вернемся К нашим сундукам Извините за моё горло Я болею И да, друзья Что ж Мы его пока положим сюда Этот положим сюда И дальше, друзья Мы будем смотреть различные посохи Здесь Их в принципе 4 Только 4 посоха в этом моде Но сейчас мы посмотрим Как и что И где И почему И когда Да, друзья Что ж Первый посох Здесь есть 3 похожих посоха Они просто уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Чтобы скрафтить уровень 1 Он крафтится вот таким вот образом Вы можете видеть Здесь слишком много Этих чертовых рецептов Да, друзья Ну ладно Давайте я вам покажу Что он делает Он Вы наверное думаете Что он Будет что-то взрывать Потому что написано Normal TNT Но на самом деле Вы просто кликните Правную камышу по земле И он Черт возьми это делает А, да Если я не ошибаюсь То Да, я перепутал Если вы зажимаете shift Я думаю наоборот Если вы зажимаете shift Нажимаете на правую камышу То он просто ставит Если вы просто нажимаете На правую камышу То он его взрывает Я почему-то перепутал Я думаю это наоборот Но Давайте попробуем попасть Вот по тому блоку Эй Эй Давай Еще Ну же Еще выше Не знаю Что-то мне приспичило Ну же О, не долетел Ладно Он слишком далеко Но в принципе Да, друзья Это у нас вот такой вот Забавный посох И дальше у нас есть уровень 2 Потому что уровень 2 Когда вы зажимаете shift Он ставит вот такой вот TNT Но вы можете видеть Он необычный Он какой-то разноцветный И это просто TNT уровень 2 И когда вы его подрываете Давайте мы продемонстрируем То он взрывается Намного Просто посмотрите Ой, черт возьми Ой, черт возьми Как хорошо Что я это не там Начал пробовать И да, друзья То есть этот TNT Он взрывается Чуть посильнее И вы можете видеть Вот так вот это работает Да Ой, мне кажется Мы убили бедного Lost miner Черт возьми Как-то плохо Ну ладно, друзья Ну и дальше у нас есть Уровень 3 В принципе тоже Вот такой вот разноцветный TNT ставится Но он еще сильнее У него взрыв Поэтому давайте посмотрим Да, друзья Мне кажется Это просто очень мощная штука И в принципе Да, вот какие-то у нас посохи Ну и теперь давайте Мы как раз-таки Смотрим Сундеринг Черт возьми Какое странное название Посох И что же он делает У него есть Возможность Уничтожать Уничтожать блоки Просто смотрите Хоп И блок исчез Но он не просто исчез А он сломался Именно Так сказать Как будто мы его киркой добыли То есть смотрите Мы его хоп И он нам дается камень И это вот так вот работает В принципе Вы можете просто Либо зажать shift И вот так вот кликать по блокам Либо же стрелять Просто не зажимая shift Вы стреляете Какими-то яйцами Которые называются Как же они Сундеринг Ах Я забыл к ней называть Ну ладно, неважно Так, друзья И вот как раз-таки Теперь нам понадобится Та самая броня Потому что эта броня Которые я вам показывал в начале Она улучшает этот посох Друзья Он нам будет намного сильнее И намного мощнее Поэтому давайте мы посмотрим Как это все работает Вы одеваете эту броню Давайте мы ее возьмем Так, друзья Вы ее одеваете Ой, у меня же другая Так, 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 так И теперь смотрите Шлем Когда вы надеваете шлем Он нам добавляет 3 на 3 сундеринг area То есть теперь Вы будете не просто Уничтожать один блок Когда вы стреляете А именно 3 на 3 То есть блоки 3 на 3 То есть Вы сами поняли Как это работает Я думаю вам не нужно объяснять То есть смотрите Хоп И вы сразу уничтожили 3 на 3 Окей, дальше у нас Плюс 2 блок Плюс 2 блок Forwarding Или forward sundering То есть У вас блоки Не просто именно в этом месте Куда вы кликнули Они еще в 2 блока В глубину будут углубляться И ломаться там То есть тоже очень круто Дальше у нас идет Increasing sundering Stuff velocity То есть у нас скорость Этого посоха увеличивается И смотрите Насколько быстрее Теперь летят эти яйца Вы могли заметить раньше То, что они летали Как-то очень медленно Как будто вы кидаете снежки Но теперь они просто летят Как пули Прямо Прямо в цель И да, друзья Вы можете видеть Вот сколько он блоков уничтожает Мне кажется Это очень круто Ну и сапоги 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 нам дают Double sundering drops То есть у нас будет Двойной Удвойный дроп То есть Если вы уничтожаете Один блок То вам даст Можете видеть Просто посмотрите Сколько нам дропа дало То есть да, друзья Вот такой вот у нас Офигенный блок Не точнее не блок А именно посох И в принципе Да, друзья Что ж, давайте мы опять же вернем Почему же я падаю все время Ой, еще один Давайте попадем Хоп Хоп Так, уничтожили Да, друзья Что ж, давайте мы теперь Заберем это И давайте мы теперь Переходить к следующему сундуку будем Ну и что, друзья Следующий сундук Который мы посмотрим Он у нас полон новых мобов, друзья Да, это действительно так И начнем мы, наверное, с Безобидных мобов Которые нам не будут наносить Ничего, никакого урона Просто будут жить в этом мире И добра себе наживать Что ж, друзья Давайте посмотрим Что же у нас за такие мобы И первый Это у нас Лост Майнер Который мы уже здесь Много видели И это у нас Потерянный Так сказать Шахтер Который вы можете видеть Очень уж худой для шахтера И который носит Вот такой гигантский Чертовый блок Золотой руды И в принципе Все это Вот такой вот моб Который Если вы его убьете Давайте возьмем Просто обычный алмазный меч Если вы его убиваете В принципе Все, друзья Да Вот кот у нас Потерянный Почему-то Когда я его исполнил Зажигается свет здесь Как-то Или Я не знаю, что происходит Небольшие баги со светом Давайте, кстати, сделаем день Потому что Уже темнеет И давайте смотреть дальше Дальше у нас идет Летающая свинья, друзья Ну какой же мод Без летающей свиньи Ну, боже мой Да, друзья, кстати Выглядит она вот так вот И вы можете на нее сесть Это действительно так И вы можете летать Хотя вы Ей управлять не можете Вы просто летите И Куда она вас унесет Тут она вас унесет В принципе, да, друзья Почему-то написано С помощью этого Деменчный индикатор Что она враждебна Но на самом деле нет И в принципе Вот такая вот у нас Свинья, которая Эй, где? Вот она Давайте попробуем ее убить Я честно не знаю Что из нее упадает Нет, из нее упадает Просто свинина сырая Ну и в принципе Да, друзья Что дальше у нас идут Три очень похожих моба И это у нас какие-то Жуки Ну не просто жуки А именно Жуки Из Палки Из дерева То есть деревянные Какие-то жуки Это у нас Стиг инсект Это у нас Амбойна Стиг инсект То есть это у нас Амбойна Это то самое дерево Которое я вам говорил И дальше у нас идет Чип инсект Я не знаю Что такое чип Не знаю Написано Хэппи эстер эгг То есть Веселой вам пасхи Но не знаю То есть вот такая вот У нас вещь Если вы их убиваете То вам в принципе Если вы что-то Из этого палка Упадает Из этого Обычная палка Где он Где ты Ладно Кто-то исчез В принципе да друзья Вот такие у нас Непонятные жуки Поэтому мы их выкинем И всех в принципе Мобов выкинем И теперь мы будем смотреть Как раз таки Враждебных мобов Которые самые здесь Интересные Потому что Обычные Дружелюбные Они не очень Какие-то забавные Так вот здесь И давайте мы Это все уберем И посмотрим всех их И многих вы уже знаете Ну не многих Но некоторых Потому что вы Надеюсь смотрели Тот самый выпуск Лаки битв Кстати вот он Это у нас амбойна Это у нас амбойна Да Но если вы убиваете То вы получаете Палку амбойны Не всегда Я так понял Ладно друзья Да И что ж Давайте смотреть И первую вещь Которую мы посмотрим Как раз таки Я именно говорю вещь Потому что Этот моб называется Вещь Тынь И вы можете видеть Это у нас Вот такой вот странный Непонятный куб С розовыми глазами С ужасным ртом И Это руки Ноги Я вообще не понимаю Что тут происходит И Давайте все таки Мы выйдем из креатива Попробую его Убить Потому что у нас все таки Мощная броня В принципе урона Он наносит Не так уж и мало Но О боже мой Попал в это растение Уйди Спасибо И Ну У нас в принципе Очень классная броня Поэтому он нам урон Нанести не может У него 50 жизни И когда вы его убиваете Давай Вы получаете Я У него вроде был Какой-то дрон Давайте еще раз Попробую убить Потому что Если я не ошибаюсь С него что-то выпадало Так друзья Ну-ка Ну-ка Иди сюда Ну-ка Давай Умирай Умирай Ну же Ну же Ну же Что-то из него Ничего не выпадает Но Походу я немного перепутал Ладно Ничего страшного Это у нас была вещь Окей Дальше он идет Сан Сан Бист И это у нас Песчаный Я даже не знаю Песчаный зверь Песчаный Не знаю Песчаный зверь Будем так его называть И выглядит он вот так Он назверял Он не очень похож Он похож на что-то Странное египетское Знаете такое И в принципе Вот что он нам дает Он нам дает Очень много различных Негативных эффектов И черт возьми Он нас сейчас убьет То есть мы не будем Давать отпор Да друзья И из него подает нам Просто Синстоун И вы можете видеть Он нам дает голод Он нам дает отравление Он нам дает джампуст Который я вообще не понимаю Зачем Но он нам дает Также он дает Отравление Точнее не отравление А тошноту И слепоту И черт возьми Он меня сейчас убьет Ну же А Сейчас их 12 секунд Нужно терпеть Это чертово Давайте мы кстати Возьмем молочка Итак друзья Окей Переходим к следующему боссу И дальше у нас идет Ноу Нек То есть это у нас Просто без Так сказать Без шеевый моб Ноу Нек Нет шеи И да друзья В принципе вот такой вот моб Который нас просто бьет и все Но хотя Нет Он никаких там эффектов Негативных не добавляет Ну вот такой вот странный моб С которого кстати Дробуются рестоновые слитки То есть если вам они нужны Вы можете найти такого моба И просто убить его И получить эти слитки Окей друзья Дальше у нас идет Потерянная душа Это у нас вот такой вот странный моб Который взрывается Хотя Я бы даже не назвал это взрывом Давайте мы еще раз это посмотрим Потому что Это было немного странновато Давайте мы возьмем 64 таких И Ну И все друзья Непонятный какой-то моб Очень странный Поэтому Да друзья Что ж Окей Дальше у нас идет Фэт Крипер Друзья Мы его уже все с вами видели И это тот самый толстый Крипер Который страдает ожирением Который взрывается Очень мощный кстати Просто посмотрите на этот взрыв Ой Меня кто-то унесло не туда Так давайте мы вылетим отсюда Вылетаем Вылетаем И Да друзья Что ж Окей Идем дальше Давайте быстренько пройдемся по всем мобам Дальше у нас идет Eye in the sky То есть Это у нас глаз Который будет летать И он будет вас Атаковать Это такая рифма была Но только он Что-то прилетел Ну-ка иди сюда Да друзья Вы можете видеть Он как Гаст У него такие же звуки как у Гаста Но Он кидается в вас снежками Какой же милый моб друзья Просто кидается снежками Он даже попасть не может Да друзья Это очень печально Поэтому да друзья Давайте Дальше посмотрим Оставшиеся двух мобов И это у нас darkmon Который вы все знаете То что он делает Он подходит к вам И дает вам Вот эти вот эффекты Черт возьми И он очень надоедливый Давайте мы его убьем Он вас даже не атакует Он просто дает вам эти эффекты О боже мой Молоко Молоко Приди Молоко Иди сюда Так друзья Отстань от меня Все хватит Успокойся И дальше он ждет Icemon Который похожий Он опять же нас не атакует И дает там Те же самые эффекты Ну-ка Ну-ка иди сюда Пошел Пошел вон И давайте Попробуем опять же молоко Что друзья Вот такие вот у нас мобы Есть в этом новом Из-за Да все Я пошел его убивать Потому что он мне надоел Так иди сюда Иди он Так это не тот Или этот Вот они двое Ну-ка иди сюда Ой-ой-ой Что с мейкрафтом Ой как все плохо Так убил И вот тебя тоже Так Так отлично Все друзья Что ж Теперь мы будем Переходить к следующему сундуку И если мы сейчас долетим Если я не ошибаюсь То в следующем сундуке У нас будет еда Друзья Да еда Которую мы сможем Здесь у нас пусто И вот Еда Которую мы сможем Добыть в этом мире И в принципе Еда Она как еда Но здесь есть такая функция То что вы сможете сделать еду В жестяной банке Да друзья Я не знаю зачем это было сделано Но Вы делаете это вот таким образом Вы кладете обычно еду В верстак С помощью Ну не с помощью А именно вместе С такой вот Жестяной банкой Который крафтится Одного слитка железа И все То есть Зачем Почему Непонятно Даже можно с тортом это сделать Да друзья Это очень странно Дальше у нас идет Pinkberry Это какая-то Какая-то ягода непонятная У нас дальше Dry pinkberry Это высушенная ягода И дальше у нас есть Tick chicken То есть Это у нас курица на палке Тоже очень странно Ну и дальше у нас есть Два интересных предмета Которые я все-таки вам покажу И это у нас Точнее Moon Water Potion Если не ошибаюсь Да друзья Это у нас Вот такое вот непонятное зелье Которое Когда вы его выбиваете Дает вам Разные способности Разные эффекты То есть Вы можете видеть Мне повезло И невидимость И она вам просто Дает рандомные эффекты Поэтому давайте Мы сейчас возьмем Еще таких Так Возьмем Много 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 Вот И давайте продолжим Да друзья Выпьем еще И Ничего нового Выпьем еще Давай Вы можете видеть Нам у нас скорость Absorption И еще и resistance Ой друзья Нам прям очень везет Если не ошибаюсь А если не ошибаюсь Да друзья Эта штука нам дает Только положительные эффекты А вот как раз таки Вот эта яблока Она нам дает вообще Рандомные эффекты Поэтому Да друзья Вы можете видеть Вот еще даже Water breathing И это очень круто Поэтому давайте Мы выпьем молоко Все это мы уберем И теперь попробуем Съесть яблоко Которое нам Чтобы съесть Нам нужно Немного голода Давайте-ка я ее сейчас Быстренько поставлю на паузу И проголодаюсь И вернусь через секунду Ну и что друзья Я немного проголодался И давайте мы съедим Это яблоко И посмотрим Что же она нам даст Да друзья Вы можете видеть Тут у нас Hunger Haste Jump Boost 4 кстати И также Дыхание под водой Ну в принципе Мне кажется Нам Нам больше повезло Чем не повезло Потому что в принципе Голод Ну мне кажется Все равно Все равно он повезло Потому что этот яблоко Вам можно давать Вообще любые бафы Очень плохие Очень хорошие И так далее То есть Мне сейчас кажется Повезло Ну и в принципе Вот такое вот яблоко Поэтому давайте Мы его выкинем Выкинем И выкинем Теперь мы выпьем Это молоко Которое у нас здесь есть И продолжим смотреть Интересные вещи Которые нам добавляет Этот мод А в принципе Если не ошибаюсь Что у нас там еще осталось Если я не ошибаюсь Так здесь у нас Я даже забыл А ну да В принципе инструменты Здесь мы все позволяли Но в принципе инструменты Я даже вам показывать не буду Потому что Ну как я вам сейчас их показываю Но не буду показывать их Так сказать Эффективность Потому что Ну во первых Это вот амбойна Это у нас Предметы Которые вы сможете сделать Из амбойна Вот из этого дерева Они вы можете видеть Очень такие Слабенькие И кстати Некоторые они эффективные Здесь вам написано Эффективные против какой руды И так далее Вот например Вот это эффективно Против практически всех руд И в принципе да друзья Ну и это у нас Блю тэк Опять же из этого тэка Дальше у нас идет Редстоун Из редстоуна Дальше у нас идет Из рубина И последнее Это у нас из эпикарно блоков И в принципе Вот так вот они крафтятся Ну и в принципе Нет смысла показывать Кирки И топоры И так далее В абсуре модов Потому что это немного скучновато Поэтому да друзья Что ж Теперь мне кажется Самое время переходить К последней части Нашего обзора И это у нас как раз таки Сделать день И теперь мы пойдем Как раз таки Вот в эти храмы И давайте мы Прилетим сразу первый Мне даже не пришлось Его искать Он здесь у нас Сразу заспаунился И это у нас Темный храм друзья Вы можете видеть Вот эти вот Интересные такие Цветы Подсолнухи Ладно друзья Это не важно Это не интересно Это всякие декоративные вещи Я их показывать не стал Ну потому что Это не очень интересно Да друзья Вы можете видеть Здесь очень темно Здесь супер темно Поэтому давайте мы Возьмем немного А ну вот Факела Факел 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 Нет Нет Где Отлично Берем факел Ставим хоть немного Потому что здесь слишком темно Это у нас блок Редстоуна Точнее темный блок Редстоуна И вам нужно будет Дойти до конца Этого храма И здесь вы найдете Вот такую интересную штуку И это у нас Если не ошибаюсь Да друзья Это у нас Найтмейр спаун То есть Кстати если Если я не ошибаюсь Здесь были интересные вещи Которые я пропустил Да друзья Вот Что вы это такое Спросите вы Это друзья У нас Сундуки Сундуки Вот реально Они так выглядят В этом новом измерении И вы можете видеть Здесь вам дается Всякие различные интересные вещи Например здесь Эпик Найт Который мы уже видели раньше И это у нас Релик Флинтон Стил То есть это у нас Зажигалка Реликвия И она вам Опять же понравится Для того чтобы скрафтить Давайте я все таки Уже покажу То есть вы крафтите Вот этот вот Ancient Information То есть вот этот вот Лист бумаги Который С помощью которого Вы сможете положить сюда Дальше блок Эпикарный Дальше тот самый Dark Ingot Который я вам показывал И скрафтить Вот такой вот меч То есть Все здесь очень просто Друзья Все очень полезно Просто интересно И так далее И что же у нас В этом сундуке Здесь у нас Как раз таки Релик Сворд И тут как раз таки Тот самый так Ладно друзья Что ж Теперь самое интересное Теперь мы заспавним Босса друзья Как же нам его заспавнить Нам нужно Подойти к этой штуке И сломать ее С помощью кирки Давайте мы это сейчас сделаем Я войду В обычный Сурвайвл Возьмем Например Алмазную кирку И разломаем Друзья Да друзья И вот это у нас Первый босс Который мы посмотрим Это у нас Найт Мейер Который не вместе пишется А раз Ой-ой-ой Какой опасный Ой-ой-ой Так друзья Давайте мы сразу возьмем Какой-нибудь интересный меч Например 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 Я даже не знаю какой Ааа И так друзья Что ж Мне пришлось найти Еще один такой храм И давайте мы попробуем повторить Потому что я все-таки Пытался там найти Этот чертов меч Который я хотел как раз Таки вот он И меня просто убили Ну ладно Давайте попробуем Ах Черт возьми Я же в креативе Ладно друзья Давайте мы Спавлер Где же Где же Где же Он Он Давайте мы его просто Вот так вот заспавним И в принципе Это тоже самый босс И вот он друзья Давайте мы посмотрим на него В принципе Это вот такой вот непонятный скелет У которого Прозрачное тело Я вообще не понимаю Что здесь происходит Поэтому А что ж Мы выходим из креатива И давайте мы все-таки Его потом убить Он в принципе Не такой уж сложный Но у него есть некоторые То есть вы можете видеть Какие он дебафы дает Вы можете поставить на паузу Потому что Я сейчас не могу И он кстати У него есть специальное способность Он может нам нанести Очень много урона Вы можете видеть Он мне половину сердец Нес одним ударом То есть Это происходит Иногда Не всегда Иногда И нам выпадают из него Вот такие вот Dark Soul Которые Чтобы Их Вы можете видеть Они крафтятся Для того чтобы Как раз так скратить Вот этот меч Который у меня сейчас в руках И метриловую броню И боже мой Мне кажется все плохо Давайте мы возьмем молока Милк 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 Иди сюда Милк Так 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 Давай 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 Выпиваем И Фух друзья Наконец-то это прошло И в принципе да друзья Вот такой у нас был довольно таки жесткий Жесткий босс Поэтому давайте мы сейчас Пройдем к следующему храму И посмотрим какой же там Находится у нас босс друзья Итак друзья Мы теперь в следующем храме И это у нас храм Красного камня И теперь давайте попробуем Сюда зайти Если у нас получится Потому что здесь он немного Закопан Вы можете видеть И опять же здесь очень сильно Темно Поэтому давайте мы возьмем Много факелов И Вы можете видеть здесь опять же Очередной Очередные сундуки Которые кстати нельзя открыть Вам нужно сломать вот этот вот камень Вы можете заметить На этом камне есть какие-то Два вот этих вот Фиолетовые Как глаза Ну и на самом деле Это и есть Так Потому что смотрите Когда вы его ломаете Вы получаете Даркмон Мне кажется Он немного застрял Да друзья Ну ладно Что ж Здесь вы можете видеть Опять же те же самые вещи И здесь у нас Что мы имеем Здесь у нас что-то Что мы вообще раскопать не можем Здесь у нас даже нету Сундука Но в принципе ладно Неважно Да друзья Что это Давайте мы теперь пройдем В этот храм И здесь нам нужно все светить И вы можете видеть Здесь у нас Реально Вот это вот стекло Это у нас стекло Этого Так сказать Как его Этого измерения И здесь у нас есть Вот такие вот странные головы Точнее не странные головы А именно вот такая вот голова Которую вам нужно добыть Вы ее ломаете Вы ее забираете И вы ее ставите вот сюда Давай Хоп И теперь вы исполните Рог Гад друзья Это у нас Король Камней Друзья И Не король А именно бог Поэтому давайте попробуем его убить Потому что он очень сильный У него опять же есть функция Вот такой вот нам Нанести супер удар Потому что вот Можете видеть Он нам сейчас урон не наносит Потому что у нас сильная броня Но Он все таки может нас убить Одним ударом Поэтому нужно убивать его очень быстро И все таки мы его убили И мы получаем вот такой вот Энт Друзья Это у нас просто конец И Все Это у нас просто бог В принципе так вот выглядит И да друзья Что ж Вот так вот у нас был храм И теперь я думаю Самое время прийти к последнему храму И я вернусь через секунду Так друзья Что ж Мы нашли последний с вами храм И это у нас ледяной храм Который Кстати у него есть очень интересная функция Смотрите Вы можете видеть здесь лед Но это не обычный лед Когда вы на него встаете Пытаетесь идти То Вы скользите вот О боже мой Вы можете видеть вот как быстро вы бегаете Это Вы скользите Вам просто Это невозможно попасть Вот Ой Давай 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 Так Так Вперед Вперед Давай Давай Хоп Давай Прыгай Так Я вроде жив Нет Ааа Это невозможно Это просто жесть какая-то Это и прикол в этом Именно этот И есть прикол Этого Так сказать Храма Давайте мы пробуем Встать вот сюда И здесь у нас есть стук Где вы можете видеть Опять интересные вещи И давайте мы встанем Как раз таки Даже мы на сундуке скользим Так Встанем вот сюда Так Ладно Окей Вот так И теперь мы выйдем из креатива И попробуем сломать этот блок И что же мы получаем Мы получаем ледяного босса Который Выглядит вот так вот Но мы его кстати Если не ошибаюсь Тоже видели уже И в принципе Он нам дает Эй Ты мне будешь давать Интересный Нет Он нам не дает Никакие дебафы Но он настреляет Если не ошибаюсь С пешками Ну-ка иди сюда Эй ты Где он Мне кажется Его потерял Мне кажется Он тоже куда-то улетел С этого льда Эй Чувак Люди А вот он Так Ну-ка иди сюда О боже О боже Ну-ка иди сюда Так Так У него в принципе Не очень много жизни Давайте мы его убьем Быстренько Так Ну-ка не уходи от меня Ага А что ж такое Это реально смешные битвы Здесь с этим волосом Потому что Я Я Я Ладно Давайте мы просто Войдем в креатив И убьем его Потому что так невозможно И где он Вот он Вышел все-таки И кстати Когда он ходит Он дает С пани Прямо с собой лед Но это самый Обычный лед Потому что он вам не дает Такую скорость Давайте мы его убьем И из него в принципе Ничего там не выпало Ну и Да друзья Что ж Вот так вот у нас Сегодня был мод Я вам в принципе Показал все Также остались там Разные декоративные вещи Которые ну Я в принципе смысла Не вижу показывать Потому что Ну они Не очень интересны Поэтому Да друзья Я все-таки Сдержал мое обещание И сделал обзор модов На этот мод Поэтому обязательно Ставьте лайки Друзья Если наберем 37 лайков Было бы очень и очень здорово Так что Если вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии С вами был Кейн Субтитры сделал DimaTorzok